Привет, друзья, меня зовут Александр Кириллов. Хотел бы такую сегодня тему затронуться. Общаемся мы с одной женщиной, интересный человек такой, общительный вроде, мы с ней очень давно знакомы, уже где-то, наверное, полгода точно не больше. И вот сегодня мы с ней утром общались опять по скайпу. Уже такое, знаете, негативное настроение на заработки в интернете. Вообще простые. Познакомились мы с ней, я говорю, где-то полгода назад, предлагала она мне какой-то проект. Ну, по некоторым вопросам, по общению я понял, что это обыкновенный хайп. Ну, по простонародию говорят, это финансовая пирамида. Вложила она тогда где-то, наверное, долларов двести. Я отговаривал ее, старался объяснить, но человек не хотел слушать. У нее, видать, перед глазами большие были суммы, обещали большие проценты. где-то там за два-три месяца она могла заработать чуть ли не пять тысяч долларов, как и обещали. тогда я очень ее, можно сказать, уговаривал даже. так как, в принципе, понравился человек, понравился мне. Она такая общительная, хорошая женщина. постарше меня, не послушала на нее. Прошло какое-то время, где-то через месяца два, мы потом с ней снова опять созвонились. Она опять. Я взял этот проект, поизучал, опять говорю, ну, пойми меня, это же опять проект хайп. Кстати говорю, а где заработка твоей дела вообще в том проекте? Ой, тот проект лопнул, значит, деньги мои улетели. Я только вывел оттуда 10 долларов и 200 долларов вложил. Вот сейчас вот мне предложили тут моя там хорошая знакомая предложила мне вот такой-то проект. Она уже заработала там много-много денег. Вот вложилась сумма, я не помню, какой она вложила, но тоже что-то не очень такое слабое. Прошло время, я, конечно, отказался опять. Я говорю, извините, я не буду. Она говорит, вы пожалеете, лучше входить сейчас, вот только начало. Я говорю, ну, пожалею, значит, пожалею. Прошло еще какое-то время, тогда я уже тому времени уже работал в своей компании вдруг, уже, значит, как раз занялся криптовалюты. Я говорю, опять, значит, она в случае ко мне. Александр, есть тема изумительная, прекрасная. Опять там начал мне что-то предлагать. Я говорю, слушайте, вы уже входите в третий. Мы с вами знакомы, говорю, всего лишь даже полгода нет. Я говорю, дайте какая-нибудь хорошая есть тема. Давайте вот посмотрим, разберемся с вами. Нет, у меня вот все супер, все прекрасно, все идеально. Я говорю, вы хоть в той программе, которую вы мне предлагали до этого, вы заработали. Нет, говорит. Опять его. Я говорю, вам не жалко, где нет? Ответ, конечно, был нулевой. И вот вчера она опять у меня снова, вернее, даже не она. Мы с ней стали переписываться, я ее поздравил с Новым годом. Она ко мне приступит домой. Звонит, как ваши дела? Я говорю, ну, у меня, говорит, в компании все хорошо, мы развиваемся, мы работаем, строим команду. Я говорю, я уже зарабатываю, очень приличная уже сумма. Ну, хотите, могу показать, конечно, вам. Я говорю, вам давно знаком уже по общению. Она говорит, да нет, я верю вам. Ну, вот, никуда больше ходить не буду. Я говорю, давайте, к нам хорошая компания. Реальная компания, не проект какой-то. В общем, человек был очень злой. Она говорит, в интернете заработать нельзя. Меня несколько раз кинули. Я очень много вложил. В общем, много-много-много всяких злой. Ребята, почему это весь разговор? Не гонитесь за большими процентами. Не гонитесь за легкими деньгами. Ведь поймите, нужно работать. Нужно учиться. И тогда вы достигнете. Вот, мне тут вчера книжку принесли интересную. Рэнди Гейдж. 37 секретов вашего процветания. Знаете, очень книжечка тоненькая. Но столько написано здесь интересного. Очень. Прочитать ее можно за 10-15 минут. Прочитать. Побольше, за 20. Я ее, конечно, читал маленько подольше. Я старался вникать в слова Рэнди Гейджа. Вообще Рэнди Гейджа я знаю давно. Слушал его выступления, читал его другие книги. Человек просто не сдался. Как он говорил, тоже очень много потерял изначально денег. Он думал тоже все легко и просто. Пришел и все понеслось. Нет, ребята, нет. Нужно учиться. Нужно работать. Нужно настойчиво идти. Не день-два. Знаете, бывает и не надо месяц, и два, и полгода, и год нужен. Для кого-то даже не бывает и пять лет. Настичь своей цели. У всех по-разному. Так что читайте. Читайте. Учитесь. Достигайте своих целей. Чтобы сбывались ваши мечты. Всего хорошего. Удачи. А так вы. Время ja. Время. Время.